Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Deo Nexia 2001 года выпуска с двигателем 1,5. На этом автомобиле мы сегодня заменим опору передней стойки с правой стороны. Недавно поменяли человеку стойку, не стойку, а опору. Но запчасть настолько плохого качества, что начала разваливаться еще до того, как автомобиль поехал. Вот видно, как опора вылезла. Это новая опора. Резина стала отрываться от металла. Крышку снять не могу. А вот так она должна выглядеть. Берем, поднимаем, откручиваем и устанавливаем новую опору. Снял я крышку. Когда я поднял стойку, видно, что она опустилась и стала как ровная. Хотя, вот она видно, резина оторвана. Опора стойки новая. Проходила чуть-чуть. Ослабляем вот эти две гаечки. Здесь гайки на 13. Я их уже... А, на 12. Да, на 12. Я их ослабил. Ослабляем центральную гайку. Шток стойки. Я держал... Вот ключ, который идет для задних стоек на девятке, на приору. Внутреннюю беру. Она подходит сюда нормально. Беру ключ на 19, накидной. И ключ на 13. Держу шток. И откручиваю гайку. До конца мы ее не откручиваем. Снимаем, когда стянем стяжкой пружины. До конца открутим. Сейчас разбираем снизу. Снимаем гайку рулевого наконечника. Гайка у нас здесь на 19. Гайку мы стучали... Э, стойку стучать мы не будем. Мы ее выдавим съемником. Для того, чтобы не расклепывать корпус. Для этого приподнимаем маленько пыльник. И заводим съемник. Снимаем гайку. Гайку. Дом. все наконечник мы сняли так теперь мы снимаем суппорт для этого мы выворачиваем так как же здесь показать попробуем здесь сзади за суппортом находятся два колпачка снимаем колпачок большой отверткой вот такие вот колпачки железные закрывают направляющие и выкручиваем там шестигранником на 10 болты крепежные сверху и снизу вот такой вот болт после этого мы уже можем снимать наш суппорт здесь выработка на диске большая поэтому мы разжимаем тормозной цилиндр чтобы нам можно было снять эти какая выработка большая и подвязываем наш суппорт чтобы он у нас на шланге не висел мы его подвяжем так но теперь нам надо открутить гайку привода для этого берем и вот здесь вот направляющий винт он сорван его нету мы закручиваем два болта я перед этим сорвал уже сейчас суппорт у нас откручен я через суппорт а я сейчас покажу как я это делал на место суппорт поставлю вот таким образом снизу вентиляцию вставляю отвертку и головкой на 32 откручиваю вот эту гайку вот таким макаром так снимаем здесь направляющий дюралевый сидит вот на и откручиваем гайку шаровой опоры гайка здесь на 19 все в данный момент у нас шаровая опора только поджимает стойку и снимаем шаровую опору берем монтажку натягиваем монтажку в рычаг и пару хлестких ударов отбиваем шаровую опору вот она у нас шаровая то что выводим зацепление придерживаем стойку и откручиваем последнюю гайку сверху стойку сняли ну вот тянул стойку здесь этого усилия достаточно видно след на чашке как она проваливалась и упирала в резиновый демпфер на котором подшипник приварен припаян откручиваем до конца гайку снимаем опору видно что опора вся краска полезла здесь с подшипника полезла это не маркировки не видно что за опора ашкию и устанка за но это быстрее всего подделка какая-то китайская сейчас будем опору использовать оригинальную она идет под номером 901 84 756 это вот оригинальная опора пыльник который закрывает у нас подшипник шайба проставочная одеваем добавил смазки одеваем и закручиваем здесь мы предварительно подтягиваем затянем уже на автомобиль снимаем стяжки и устанавливаем автомобиль в обратной последовательности как мы ее снимали поднимаем вверх наживляем гайки на опоре и потом уже одеваем шаровую опору заводим стойку заводим стойку привод все с верху мы ее наживили теперь собираем снизу отжимаем рычаг заводим привод привод у нас помазанный и одеваем шаровую опору мажем резьбу шаровой закручиваем сразу гайку также мажем резьбу на приводе одеваем шайбу и закручу пока мы ее только наживляем мажем резьбу одеваем тормозной диск диск надо менять здесь однозначно при том надо было заменить его еще год назад хозяину скажу пускай думает и наживляем суппорт пускай пускай Один болт и второй болт. Одеваем колпачки. Конструкция, конечно, еще та и одеваем второй колпачок. Теперь мы вставляем отвертку сверху и закручиваем нашу гайку привода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шплинтуем. Мажем резьбу на наконечнике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И закручиваем наконечник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем на место колесо. Ну что, здесь мы наконечник затянули, шаровую опору мы затянули, привод мы затянули, суппорт мы затянули. Теперь затягиваем сверху опору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одеваем ключ на 19, одеваем вот этот наш ключик от стойки, от 9, от задней, и оттягиваем гайку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Ставим крышечку. На этом мы закончили опору передней стойки на ДИНАМИЧНАЯ мы заменили. Всего вам доброго.